Кажется, за время работы повар пробегает по кухне не один километр. Здесь звучит своя музыка. Все шкварчит, звенит и закипает, в том числе и сами участники. В идеале должна получиться неповторимая симфония вкусов. Первая подача – холодные закуски. Второе блюдо – сразу с двумя гарнирами и соусом. На этой кухне по обычному квадрату или цветку на тарелке сразу и не поймешь, что это простая гречка или картофельное пюре. Но самым трудным, например, для победительницы подготовительного кулинарного конкурса в декабре Ирины Сафонова из Хилка стал десерт Павлова. Это легкий торт безе. Нужно вдвойне сделать лучше, чтобы меня поняли, чтобы не сказали, что в прошлый раз мне просто повезло. После прошлого конкурса мне предлагали место работы, но у меня пока учеба. Потом, может быть, в дальнейшем меня куда-то не дадут. Каждая секунда на счету, ведь за 4 часа нужно приготовить 3 блюда. Некоторым было явно не до интервью. У других и вовсе сдавали нервы. Ведь на площадке за тобой наблюдают сразу 8 экспертов. А блюдо пробует пятеро независимых. Это директор и представители Забайкальской ассоциации рестораторов и ательеров. Вход на кухню строго воспрещен, поэтому и вместо фамилии участников – номер. Десерт шеф-повара проверяет не только на вкус, но и на звук. Кому-то понравилась только спелая клубника, а кто-то отсутствие сахара по забывчивости повара списал на диетическое блюдо. Торопятся в чем-то, в чем-то теряются, переделывают. Дети друг друга то подталкивают, то поторапливают. Поэтому здесь то же самое. У них четко регламент времени, поэтому они еще не привыкли. Но вот, как Дмитрий сказал, что есть три участника, с которыми я бы сам лично хотел познакомиться. И вот как раз мы, скорее всего, уклон на них и будем делать. Холдинг «Забайкальская медиагруппа» является информационным партнером конкурса «Молодые профессионалы». Награждение участников проходит прямо в эти минуты. Кто стал лучшим, смотрите в эфире ЗАПТ-ТВ уже в понедельник. Валерия Квашнина, Валерий Широков, ЗАПТ-ТВ. Продолжение следует...